Типы парней в 24-м году. Привет-привет, в прошлом видео я обсуждал типы девушек в 2024-м году, и вы его оценили как нужно, так что... Ну я кстонормис, не, я сигма. Сегодня стало время поговорить о парнях. Какие они бывают, как себя ведут, ведь так же, как и с девушками, существуют разные виды парней. От фэмбойщиков до качков. Сегодня мы всех их обсудим. Конечно, вы можете притворяться, что вы натурал, и данное видео смотрите исключительно в познавательных целях. И я подыграю вам, ведь этот ролик посвящен мужчинам. А, да? Нихуя же, блядь. Давай по новой, Миша, все хуйня. Начнем с самых популярных. Фэмбойщики. Я уверен, вы так понимаете, кто это. Ну давайте... Да в смысле, кто, блядь, кто-то хоть раз видел фэмбойщика какого-то. Теперь разберем их более детальнее. Для начала, фэмбойщики это мужчины. Мужчины, которые выражают свою индивидуальность через женственные черты в стиле и поведении. Они могут носить одежду, традиционно ассоциируемую с женщинами. Использовать макияж и следовать трендам, которые обычно считаются женскими. Чем же они увлекаются? Фэмбойщики часто интересуются модой, косметикой, искусством и культурой. Предпочитая самовыражение через внешность. У них может быть разнообразный круг увлечений. Включая мангу, аниме, музыку и танцы. Возможно, даже вы где-то их видели. Сначала подумали, что это девушка. Но, как оказалось позже, это мужчина. Как мне выдал описание. Ну ладно. Вот есть аниме девочки. Челще оскорбил всех шотландцев. И условно, да. А есть аниме мальчики. Поздравляю, вы нашли друг друга. Идея и смысл. Фэмбойщики выступают за разрушение гендерных стереотипов. Извини меня. Я знаю некоторых, кто смотрит аниме. И они выглядят как просто нормальные все пацаны. Не без вот этих вот всяких фэмбойщиков и прочего. Оказывает, что самовыражение не ограничено традиционными представлениями о мужественности или женственности. Они стремятся создать пространство, где каждый может быть собой. Независимо от пола. Мне бы было интересно посмотреть. Давай следующих, пожалуйста. Чисто на такую толпу фэмбойщиков. Сколько ты, блядь, тут потратил времени на фэмбойщиков? Ты что, долбоёб? Как ходят нефоры, о которых мы попозже с вами поговорим. Вот так же толпа фэмбойщиков. Возможно, они даже ходили с какими-нибудь лозунгами. То, что я говорил выше о фэмбойщиках, мне выдал чат GPT. На самом деле, фэмбой не всегда значит... Многие парни просто так одеваются. Ну вот, возьмут, может, они у вас юбочку топут, труселя, как бы поносят. Так, ну а какой тогда надо быть женщиной, чтобы ей понравился фэмбойщик вот в таком наряде? Это должна быть Нормис, Альтушка, блядь, Пикми Герл. А кем она должна быть-то, блядь? Я даже не знаю. Сюда дадут. Я не знаю, конечно, как девушки оценивают фэмбойщиков. И, в принципе, как они к ним относятся. Можете написать там в комментариях, если тут есть. Мне кажется, она должна быть фуриёбкой в таком случае. Ну, я не знаю других, типа, как, что. Женщины. Но недавно я увидел интересный пост на Майл.ру, где парень фэмбой говорит... Парень фэмбой говорит о том, что девушка не принимает его таким, какой он есть. Ну, как бы... Девушка, с которой я познакомился, захотела со мной встречаться. И я спросил её. Даже несмотря на то, что я фэмбой, на что она согласилась. Наша любовь, когда она меня принимала, продлилась примерно месяц. После чего сказала, что ей некомфорта видеть меня в женских вещах. Ну, да, логично. Коммент у меня была только голубая юбка в клетку. После чего она сказала, что хочет как-то меня принять. Но ей неприятно на меня в таком образе смотреть. Мы пытались что-то придумать, разговаривали об этом. Даже совместно к психологу ходили. Но ничего... Если что, у тебя даже таблетки не прописали. Она не помогала. Просто представь... Просто... Я извиняюсь. Просто представьте своего друга. Какой-нибудь синей юбочки, блядь. Мой кент стал фэмбойом. Как идея для роли. Как звучит неплохо. В конечном итоге пришлось меняться именно мне. Хоть и потом я не раз говорил об этом. На что она то ли злилась, то ли что. Через некоторое время на приёме у психиатра и сказали, что у неё тяжело... А чё ты так хейчишь это? Я это хейчу? У меня вообще похуй. Вспрессия. После этого всё покатилось. Я не мог говорить об этом, потому что она начинала из-за этого возмущаться. Отновременно с этим она ненавидела себя за то, что по её словам ты со мной страдаешь. И я ей говорил обратное, что всё в порядке. Но понимая, что это не так, мне было очень обидно. Однажды я задал ей вопрос. Тогда почему ты предложила встречаться? Мне не похуй, это же пиздец. Ну слушайте, а чё, эти фимбойчики в платье с женском трогают, что ли, как-то? Знаешь, меня. На что она ответила? Реально насрать? Ну типа это их дело. Сам я, конечно, никогда бы вот такой хуйней заниматься не стал. Но если им так нравится... Ну ладно, чё. Окей. Сейчас я будто заперт в этих отношениях. Так как если я расстанусь с ней, то полностью уверен, что... Просто я не совсем понимаю, что в их жизни такого произошло, что вот они вдруг решили. Буду носить женское вот это вот всё. И мне норм. Как они пришли к этому? Что на них повлияло? У нас вершится б***ьство. Так как у неё уже была попытка. И, к сожалению, не одна. Я тоже устал это вывозить. И уже сам хочу покупить жизнью. И даже если смогу пережить мерь, в чём я сомневаюсь, то буду винить себя за то, что не спас её. Честно, я уже сам устаю от этих отношений. И, возможно, даже хотел бы расстаться. Но я не хочу, чтобы она умерла. Мда, а начиналось всё так чудесно. Из этой истории мы можем сделать вывод, что жизнь фомбойчиков довольно-таки непроста. Просто потому, что их не принимают ноги. Не, не, а чё у них в жизни-то случилось, что вот так вот они... Не в ту дверь зашли. ...люди в нашем современном обществе. Вы прикиньте, идёт мальчик в синей юбке, и тут выходит какая-нибудь бабуся. У неё же инфаркт схватит моментально. Она такого даже по телевизору не видала. А тут вот, на тебе, пацан в синей юбке. Так ладно, если бабка какая-то увидит. Может, с аными тряпками погонит его, да и всё. А если фомбойчик случайно забредёт в недоброжелательные районы? Его же там испепелят, к чёртовой матери. Если смогут, конечно, отличить от девушки. Ладно, думаю, что-то мы уж сильно тут долго задержались. Если вам нравятся фомбойчики, то так в комментах парня и пишите. А мы погнали к следующему типу. Дрейн. Или в простонародье нефоры. Это вот конкретно такие чувачки в Адидасе. Блин, тебя к следующему типу. Дрейн. Или в простонародье... Какой нахуй дрейн? Дрейн звучит как... Как какой-то, вот знаете... Какой-то гель для того, чтобы пробивать засор в туалете. Дрейн, блядь. Покупайте дрейн и все засоры. Он просто уберёт. Дренаж, да? Нефоры. Это вот конкретно такие чувачки в Адидасе. С болентягами 3XL, купленные на ВБ. И длинными чёрными обычными... Короче, долвоёбы, я понял. Ну, в простонародье, да. Пушистыми волосами. На голове. Эти ребята обычно ходят с большими компашками. Также состоящими из девушек. Нефорш. Даже сейчас, выйдя на улицу, ты с лёгкостью сможешь найти их спам. Обычно это довольно-таки популярные места. Центр города, торговые центры, фастфуд. В общем-то, они повсюду. Давайте подумаем, что из себя представляет такой вот парень. Как он одевается, мы уже поняли. Обсудим смысл... Как долбоёв, да, мы поняли это. ...который он продвигает и есть ли он вообще. Из очевидных, конечно же, самовыражения. Ведь выглядит так. Это отлично ото всех. Конечно же... Да. ...по его мнению. Для такого парня лучше всё подойдёт какая-нибудь милашка. Да сам ты долбоёв. О, Дрейн в чате, блядь, спалился. Шо, сука? Ну реально, ну шо это за пиздец, братан? Шо это такое? Примерно похоже на него. Это прям лучший вариант. Поэтому девочки... Реально волосы вот такие, да? То есть ты их вот так зачесываешь и не видишь даже куда ходишь. Куда идёшь точнее или чё? Если хотите себе вот такого парня, просто станьте вот такой девушкой. То есть это те же из той же области, да? Вот когда он говорил про девок. Что там есть некоторые, у которых с психикой что-то не так. Я так понимаю, здесь тоже он весь такой, типа, не такой как все. Депрессивный, ходит, ноет постоянно, что-то хуйнёй занимается. Сегодня одно, завтра другое. Настроение меняется раз в пять минут. Ну короче, припизнутый, я так понимаю. Или нет, или да. Лично я не понимаю их стиля одежды, когда вы все одеты как один. И отличить вас можно только по имени. Закадывается такое ощущение, что самовыражение и стиля тут мало чего остаётся. Ведь вы все как по базе одеты в одну и ту же одежду. Блин, сяга 3XL, что на Adidas? Чёрная футболочка. Ну или же зипка от Adidas. И лишь немногие из вас отличаются друг от друга. А ведь в первую очередь стиль нефоров это нечто индивидуальное. То, что подходит именно вам и выражаетесь. Да бля, сам ты припизнутый. Да ладно, ты не обижайся, господи. Чел уже второй раз пишет, типа, да бля. Вашу личность. Или вы все вместе в одном скине отражаете свою индивидуальность. Лично я с такими типами... Я вообще не утверждаю, я лишь задаю вопрос. Типа, у них там есть какие-то психические... Психичные счастки и порушения. Не общался, поэтому как они себя ведут, сказать не могу. Но часто вижу подобные видосы. Россия! Ну я же говорю, они припизнутые, ребят. А чё, нет что ли? Россия! Я ему потом и доскинула. Стец, блядь. Россия! Патриоты вы наши. Возможно, у таких парней наблюдаются психические расстройства или... Ну это видно, да, там явно какие-то расстройства. Отклонение. Как найти себе такого парня? Я уже сказал. Больше не искать, блядь. Зал, поэтому едем дальше. Нахуй надо. Ебанеру. Это вот это... А, нет, это качки, блядь, сука. Я думал, это типа классика какая-то там. Качки. Это типа не существовал всегда. Но вот не заметили ли вы, что спортзал в последние несколько лет стал намного популярнее? Особенно из-за всяких медиаперсон. По типу Татвола, Минипеки и других блогер. О, блядь, что за минипиги? Кто это? Который пропагандирует занятия спортом, в частности занятия с железом. Плюс мы закинем тренд на саморазвитие. Так вот, многие зумеры начали ходить спортзал. И сейчас типичный зумер качок. Это молодой парень леток 16, который активно занимается фитнесом. Да ну это пиздец, блядь. Не, я не против, чтобы там в зал ходить. Я и сам ходил, сейчас снова начну. Ну, я считаю, что вот в таком формате себя накачивать, это пиздец. Это, ну кому-то, конечно, нравится, я понимаю. Но, как по мне, ну это вообще как-то неэстетично выглядит. Всему должна быть своя мера. А когда ты раздутый, как бублик, блядь. Ну это я не знаю, ну типа что. Становится между такими же, как и он. Следит за питанием. Хотя тут, наверное, пробел. Потому что далеко не все ребята, которые ходят в зал, питаются правильной едой. Многие просто закидываются фастфудом, причем на постоянной основе. Что не есть хорошо. Также качки, конкретно зумеры, часто стремятся сделать как можно большой вес. Для того, чтобы получить отобрение от своего окружения. В таких случаях очень сильно страдает техника и увеличивается риск стать коллегой до конца жизни. И я сейчас говорю именно о тех, кто гонится за весами. Быть вторым ранним Кельманом, конечно, круто. Но вы не забыли, что он перенес 10 операций, его позвоночники, болты и ездит он в двалидной коляске. Охуенно. Каждое его движение причиняет боль. Поэтому помните, что сначала техника, а потом уже большие веса. Для таких типов парней отлично подойдут какие-нибудь обычные девушки. Да-да, нормисы. Или девушки, увлекающиеся спортом. Найк про, блядь. Только вот таким парням нужно очень много кушать. Еще раз, очень много кушать. Если вы не сможете прокормить такого парня, то он просто съест вас. Учтите это. Смотрите, просто на мое состояние я не могу. Я полдня сегодня готовила суп. Макароны отварила больше, чем полпачки. Сделала грудку куриную в сливочном соусе. Там было 700, блядь, грамм. Он пришел и все сожрал. Скинхеды, оффники. Этот тип, скорее всего, никогда не вымыет. Короче, гопники, быдло и так далее. Будем честны, вы и так прекрасно знаете, кто такие оффники и скинхеды. Какие у них привычки, слайка, вообще по каким понятиям ты живешь. Блядь, подожди. Тут видео тоже заканчивается. А где нормальные пацаны, блядь? Почему тут одно какое-то непонятное что-то, нахуй? Фимбои, блядь, рейны, нефоры, сука. Качки, скинхеды. А где, а где нормальные? Просто, типа, классический какой-то тип парней. В рубашке, там, не знаю, в рюках, блядь. Алло. Все, вы с ними сталкивались, обитают такие шакалы обычно в районах, так скажем, не с лучшим рейтингом. Вы можете туда съездить, если хотите проверить свои силы. Ну, это если вы предыдущий тип парней. Если у вас что-то получится, то потом на вас напишут заявление, поэтому приезжайте в маске. Возьмем с вами типичного стереотипного офника. Это такой пацанчик с короткой притчей, одеждой, ближе к спортивной и быдловатым поведением. Не любит неформалов, использует в разговоре блатные выражения. Они разъясняют своим жертвам понятия и занимаются мелким вымогательством, кражами. Для такого типа парней подойдут такие же быдловатые девушки с похожим стилем одежды и общения. И вот тут у меня возникла интересная мысль. А вот быдлодевочки и пацанки, это одно и то же или все-таки у них есть какие-то различия? Напишите, что... Исходя из того, что видел я, то пацанки эти, да, они ведут себя как быдло, собственно говоря. Но даже если вот это шоу, так и называется вроде, пацанки, так там вообще ужас. Они там все бухают, ай, бля, ёпта, бля, вот это вот все, короче. Что думаете по поводу этой темы в комментариях? А в принципе, такую малыху, думаю, найти будет не трудно. Они также обитают в похожих районах. Кстати, слышали ли вы, что так называемые нефоры и скинхеды, это по сути одни и те же ребята. Только вот выглядят по-разному. Тому что ни говорил, но у обоих этих субкультур все равно есть общие черты. Которые мне помог подметить, конечно же, чат GPT. Давайте послушаем. Первое. Самовыражение. Оба движения выражают себя через стиль и музыку. Второе. Сообщество. Они создают свои тусовки, где общаются и поддерживают друг друга. Третье. Протест. Обе группы могут противостоять общепринятым нормам и быть против системы. Четвертое. Стиль. Внешность важна и у них есть свой уникальный стиль одежды. Пятое. Музыка. Каждая группа связана с определенной музыкой, которая помогает им выделяться. Вот поэтому эти две субкультуры так похожи. Эти сходства могут помочь понять друг друга. Даже если у них разные взгляды на жизнь. Я думаю, вы и сами не раз видели, когда эдакий скинхед вполне нормально общается или тоже с неформалом. Возможно, вы и есть тот скинхед. Или неформал. А все потому, что стереотипы очень сильно захватывают наши мозги. А наш мозг ленив и не хочет напрягаться и думать шире. По итогу я затронул не только типы, но и субкультуры. Ну что, девочки, нашли себе что-то близкое по духу? Парни, можете не отвечать. Я и так знаю, что фэмбойчик имба. Но я хочу сказать, что не стоит разделять и судить людей стереотипами. Качок это не обязательно тупой чел, который 24 на 7 находится в зале и ест дома. Неформал это не всегда вечно ноющий из своих проблемах тип с психическими проблемами. А скинхеды могут быть даже очень добрыми и интересными людьми. Зависит от каждого человека отдельно. В этом видео мы скорее затронули стереотипные мнения. Только это, наверное, редкость, пиздец. Нельзя людей вообще судить на типы. Конечно же. Это мы помним. В общем-то, мыслим шире и приходим к тому, что пора заканчивать данный видеоролик. Если проявите столько же актива, как и на прошлом видео, то я сниму вторую часть про девушек. Потому что многие просили... А, бля, почему автор это про девушку не сказал? О-о-о! Как про парней записывают, так сразу уточняешь. Ну, вообще, на самом деле, если парень быдло, ну, он может быть и добрый. А вот с женщиной, ну, вот у них там проблемы с головой. И исключений не бывает. Ага! Попался, сука! Качки тупые, правда? А я откуда знаю? Я шо, качок? Ты у меня и друзей-то, качков нет. Поэтому я даже не знаю. Ну, а откуда пошло вот это вот... Появился этот миф про качковшу? Качки тупые. Не, я чё-то читал, что на самом деле там и правда может быть такое, что если они слишком сильно, слишком много увлекаются вот этим спортом, в зал ходят постоянно, то у них атрофируется мозг, потому что все усилия идут на то, чтобы накачать мышцы. Вот. И всё, и пиздец. И они реально тупеют. Ну, реально. Мозг не развивает. Мышцы развивают, мозги нет. Ну, и всё, пиздец. Мозг высыхает, зато мышцы большие. Базу качать надо, как говорил Панасенко. Я Алёша, милый мальчик. Я Алёша, сяду в танчик. Я Алёша, ну я...